Таких сухов вот они обитают. Сейчас мы будем проверять, есть ли личинки мороз. Личинок нету. Но даже если личинок нету берега, территорию все же обрабатывают. Специальное оборудование позволяет распрыскивать раствор на расстоянии до 15 метров. Надо будет обрабатывать вот эти кувшинки, на лепестках которых могут откладывать яйца комары. Дизинсекция точечная, то есть средство работает исключительно против комаринных личинок. Остальная фауна не пострадает. Работают специалисты вот таких вот защитных костюмов. Защищают они по большей части от грязи, пыли, укусов насекомых. Обрабатывают водоемы и территорию вот таким вот раствором. Он абсолютно безопасен как для животных, как для рыб, так и для человека и непосредственно водоемов. Никакой химии, только органика. Средства на обработку не жалеют. Полного бака, это больше 10 литров, хватает примерно на 5 минут. Специалисты метр за метром проходят всевозможные места, где могут оказаться комариные кладки. Кто-то дожидаться дизинсекторов не стал и решил справляться с проблемой самостоятельно. Расчищать кромку берега от лишней растительности. Так поступили в Экпарке Каракуль. Мы вместе с администрацией парка скосили траву, убрали здесь тину, ил с личинками, которая была на берегу. Но это на какое-то время как-то более-менее помогает. Так и боремся. Бороться с кровососами осталось недолго. Сокращение численности активности комаров энтомологи прогнозируют уже на начало июля. Кирилл Давкаев, Булат Удульманов, Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова